Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. Несколько дней назад состоялся релиз игры Милления. Я её стримил, но думаю, вам бы хотелось короткого обзорного видео с моей рецензией. Что ж, вот оно, и сразу общее впечатление. Игра интересная, с интересными задумками и механиками, но сейчас я её вам покупать не рекомендую. Слишком сырая и неотполированная. Ну а дальше подробности. Как и любая 4Х глобальная пошаговая стратегия, Милления позволяет вам вести ваше государство к процветанию. Начинаете с одним городом и постепенно развиваетесь сквозь эпохи, технологии, открытия. Открываете карту, воюете с соседями и так далее, и так далее. В игре действительно много интересных фишек. Но все они на данном этапе разбиваются о плохую оптимизацию и несбалансированность. А также кривой интерфейс и устаревшую графику. Причём с графикой, я думаю, вообще уже ничего не сделают. То есть игра, по-моему, выглядит даже хуже, чем 4-я цивилизация. Которая вышла, напомню, в 2005-м. То бишь практически 20 лет назад. Я даже специально вам сейчас показываю 4-ю цивилизацию. Она реально, мне кажется, выглядит и красивее, чем Миленея. И не тормозит, вообще не тормозит, летает. Однако, однако, чтобы вообще не закапывать игру, я повторюсь. У неё действительно много интересных идей. И просто относитесь к этому релизу как к очень раннему доступу. То есть по-хорошему к игре надо хотя бы через полгода вернуться. Когда они отполируют её, выпустят какие-нибудь ещё дополнения. А уже известно о двух дополнениях. И вот тогда уже можно будет объективно её оценивать. Какие же у игры плюсы, которые отличают от других глобальных пошаговых стратегий? Во-первых, обработка клеток, которая превращается в создание товаров, в цепочку товаров. Вот как там в какой-нибудь цивилизации, либо там в олд-ворлде. Вы обрабатываете клетку, и это просто добавляет вам какую-то еду. Например, лук вам даёт 2 еды, поставили ферму, стал давать 3 еды. Что же делается в Миленеи? Да, вы можете ферму поставить, естественно. Она вам будет давать пшеницу. Потом вы можете поставить мельницу, которая начнёт перерабатывать пшеницу в муку. И это даёт вам больше еды. Потом вы из муки можете испечь хлеб, что даст вам ещё больше еды. Кроме того, эти товары вы можете продать, организовать торговый путь. То есть вам вообще нельзя останавливаться на начальных товарах, иначе вы отстанете в развитии. Кроме того, вы можете ставить городки. Ну, тут, кстати, похоже на подобное из олд-ворлда или четвёртой цивилизации. Но в Миленеи у этих городков может быть специализация. Если вы городок поставили рядом с лесом, вы можете дать ему специализацию на дровосеков. И, соответственно, ближайшие лесопилки будут производить больше товаров. То есть тут есть и что-то от ромашек из шестой цивы, и из цепочки товаров из оно внезапно, и из домиков олд-ворлда и четвёртой цивилизации. То есть города у вас развиваются таким комбинированным способом. Вы и снаружи необходимые районы строите, и внутри города тоже здания важные делаются. Технологии здесь разбиты на эры. В каждой эре обычно шесть технологий, но в следующую эпоху вы можете перейти, открыв только три из них. Ну, например, у вас нету никакого ресурса с пастбищем, вам не надо его сейчас открывать, можете переходить сразу к следующей эпохе. Вам никто не мешает вернуться потом и дооткрывать оставшиеся эпохи. Просто в новых эпохах у вас появляется больше возможностей. При этом следующие эпохи могут быть, как это сказать, другими. То есть это не просто бронзовый век, железный век и так далее. А совершив что-то в нынешней эпохе, вы можете начать совершенно другую эпоху для всех остальных цивилизаций тоже. Например, если вы убьете шесть юнитов другой цивилизации, то вы можете начать кровавую эпоху. И тогда намного больше варваров будет появляться на карте. Реализовано это сразу для всех цивилизаций. То есть тот, кто первый перешел в следующую эпоху, тот и задает эту эпоху для всех остальных. Не может быть так, что кто-то перешел в обычную эпоху, а кто-то в кровавую. Интересно, реализована здесь вариативность ресурсов. Вот как в обычной цивилизации. Значит, вы получаете еду для роста города, молоточки, производство для создания юнитов внутри города, деньги для покупки чего-либо или для содержания юнитов. А также отдельно идет наука на технологии и культура в шестой цивилизации на открытие социальных политик и на рост города. Здесь же, во-первых, все эти ресурсы друг в дружку перетекают. Ну, например, вот я возьму армию. Если в цивилизации вы армию можете либо только построить, либо купить, то в миллении вы юнит можете получить и за науку, и за культуру, и за очки исследования, инженерного дела. Об этом немножко дальше. За военные очки уж тем более. То есть вас как бы не загоняют в одни рамки. Ты можешь иметь армию и на непроизводственном месте, что логично. И кроме вот там науки, культуры, еще появляются инженерные очки, за счет чего вы улучшаете ваши города. Очки исследования, которые позволяют вам экспедиции проводить. Ну, я не хочу на каждом аспекте останавливаться, потому что все еще это не сбалансировано. Это лучше какой-то отдельный гайд сделать потом, через полгодика. Но, например, в отличие от того же Humankind, эти все парадигмы, все эти линии развития выглядят действительно связанными. Это не кажется, что какая-то отдельная механика, которая существует как конь в вакууме или не пришей кобыли хвост, если уж мы взяли тему лошадей. Каждую вторую эпоху вы еще можете выбрать специализацию вашей цивилизации. Да, кстати, еще отдельно скажу, что цивилизации тут не отличаются друг от друга. Чисто названиями отличаются. Вы отдельно выбираете цивилизацию и отдельно свой бонус. Причем этот бонус никак не привязан, опять же, к цивилизации. Так вот, бонусы эти не сильно выдающиеся. Ну, там, например, дополнительно одно производство в городах или дополнительно влияние в городах. А отличие ваших цивилизаций идет сквозь вот эти самые века. Потому что каждую вторую эпоху вы берете себе дополнительную специализацию. Причем у этих специализаций выбор очень большой. И тут, например, проблема баланса опять вылазит. Потому что, ну, в первой эпохе, если у вас есть рядом сосед, не брать военную специализацию вообще странно. Потому что за счет ее принятия вы получите много военных юнитов бесплатных. Да, есть проблема в том, что они, например, дальше по эпохам не апгрейдятся, конкретно эти юниты. Но за счет того, что вы взяли эту специализацию, вы соседа совершенно спокойно можете завоевать. То есть это такой must-have практически. Там две военных специализации. Одна на защитные юниты типа спартанцы, другая на атакующие юниты типа рейдеры. Но все равно остальные кажутся немного ненужными в этом случае. Кроме того, в игре отвратительный неинтуитивный интерфейс. Я в нем разбираюсь чисто потому, что уже переиграл миллион этих стратегий. И как-то интуитивно понимаю, где что, куда они могут спрятать. Но по-хорошему, интерфейс неудачный. Хуже, наверное, только в Humankind. Плюс это помножено на отвратительный перевод, как всегда. Иногда вообще непонятно, что имеется в виду. Там, например, у одного из военных юнитов написано, что есть бонус против линии. Как вы думаете, что под словом линия переводчик имел в виду? Мы на стриме сошлись на том, что это, возможно, фаланга. Но фиг знает. Ну, я даже не буду упоминать, что в середине игры начинаются графические лаги. Хотя мне люди писали, что у них их не было. Но я вижу по отзывам в самом стиме, что они у многих, у многих есть даже с крутыми видеокартами. Возможно, просто повезло. Кстати, сейчас у игры в стиме 66% положительных отзывов. Мне кажется, это даже очень неплохо. Напомню, что у шестой цивилизации, когда она вышла, было меньше 60%. И превысила 60% только после выхода первого дополнения этого, Rise and Fall. А тут для новой игры, которая еще вот так, по-моему, отвратительно выглядит, результат пока очень даже неплохой. Именно потому, что в ней интересные стратегические составляющие. Да, кстати, в самом начале игре вообще ниже 20% занизили, потому что в ней не оказалось мультиплеера. Точнее, есть только Hot Seed, имеется в виду не горячий сидмейер, а горячий стул, когда задним компьютером играешь. И то там с какими-то бубнами в нее играть. А в стиме при этом написано, что, мол, в игре присутствует мультиплеер, и никаких предварительных предупреждений, что через сеть вы не сможете поиграть, не было. Поэтому игре в начале там вообще ниже 30% оценки ставили. Но, честно говоря, мне не очень понятно, зачем вам лезть в мультиплеер. Тут с игрой еще разбираться и разбираться. Боевая система сделала интересно. Вы можете юниты собирать в армии. Изначально это только 3 юнита в армии. Потом с каждой эпохой при открытии военной технологии вам будет добавляться по одному юниту в армию. То есть к концу игры 8, по-моему, у вас может быть юнитов в армии. Соответственно, вы стараетесь их комбинировать внутри. Это не стэк оф дум из 4-й цивы, но и не один юнит на тайл, как в 5-й и 6-й. И это тоже интересное решение. Вы не ходите одной армией огромной. Вам приходится их несколько делать. Причем их надо делать разнообразными под что-то. То есть вот эта армия у вас штурмует город. А вот эта у вас армия воюет на открытом поле. И вы все еще продолжаете использовать местность. Но при этом сами бои... Ну, точнее, как? Тут сделано... Бой происходит автоматически. Вы нападаете, например, на армию. И результат уже есть. Но потом вы можете посмотреть мультик. Вот того, что происходило. Чтобы понять, за счет чего вы, например, проиграли или выиграли. Боже, вот сама графика этой игры страшная. А мультики это вообще просто... Я не знаю, это выглядит даже хуже, чем игры 2000-го и там дальше. Я такой убогой графики, ну, очень давно не видел. Блин, лучше бы это даже в 2D было сделано. Понимаете, чем вот это убогое 3D. Не знаю. Серьезно, я небольшой любитель графики в играх вообще. То есть, я считаю, что главное, чтобы игра была интересная. Но иногда бывает, что ты просто не можешь на экран смотреть. Это какое-то убожество. То есть, там убого все. От анимаций юнитов до моделек зданий. Ну, то есть, там все. Это просто... Вы, наверное, на своем экране видите, в общем-то. Я вам сейчас показываю. Это невозможно смотреть. И они еще, главное, сделали так, что по умолчанию невозможно отключить эти бои. Ну, точнее, там как происходит? У вас происходит бой, вам его не показывают, но появляется такая иконка скрещенного меча и щита. Вы можете, конечно, на нее не нажимать и не смотреть бой, но она очень мешает на самой карте. Когда вы нажимаете, открывается этот бой, потом надо на крестик его закрыть, то есть, все равно вы это убожество видите. И тут еще к одной большой претензии. Очень мало настроек в самой игре. Во-первых, настроек карты нету вообще. Вот представьте, нету настройки... Вы можете только выбрать тип. Их там, по-моему, вообще четыре. Континенты, Пангея, Внутреннее море и Архипелаги, по-моему, да? И все. То есть вы... И размер карты. То есть вы... Вот те... То огромное количество вариантов, что есть для шестой цивы, там, для пятой, забудьте. Четыре типа и размеры. Причем размеры даже не увеличивают количество соперников. То есть стандартная карта. Восемь соперников. Ставите огромную, но все равно восемь соперников. Вы не можете дополнительно добавить. Ничего. И концовка игры. Вы выиграли, вам просто такая картинка с надписью Победа. И все. И нету ни статистики, ни каких-то вот этих ощущений, что вы что-то такое крутое сделали. Кстати, Победа тут интересная. Ну, понятно, что вы можете всех захватить, например, эта Победа. Но, в принципе, последняя эпоха — это какая-то победная эпоха. И для всех цивилизаций появляется... Вот кто первый вышел в эту Победную эпоху, выбирает вариант Победы, и все цивилизации пытаются его выполнить. Вот в моем случае, например, было... Надо завершить три ветки развития в городах. То есть это имеется в виду не технологию открыть, а полностью застроить три типа зданий в городе, до конца достроить. Ну, то есть вы там в античности начинаете с амбаром, потом его там в склад перестраивать, и так вот постепенно, и до последнего уровня этих зданий. Вот так вот три здания надо было до конца полностью застроить. Это один из вариантов. Там есть варианты ракету отправить тоже. В общем и целом, игра мне понравилась. Она интересная, и потенциал в ней чувствуется. Но сейчас в нее играть просто, ну, во многом невозможно. Поэтому занесите себе где-нибудь в виш-лист, в закладочки. Смотрите за моим каналом, я буду, наверное, видео про нее делать в дальнейшем. Но сейчас ее покупать, я считаю, смысла нету вообще никакого. Надеюсь прочитать в комментариях впечатления тех, кто тоже в нее уже поиграл. Что вы думаете о Миллении. Ну, а также ваши впечатления об этом обзоре. Не забудьте поставить лайк тоже и подписаться, если вам понравилось. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!